Здравствуйте! Вы смотрите iNews, программа о науке и высоких технологиях. В студии Вика Орефьева. Смотрите сегодня в выпуске. Роботы всех мастей и передовые техноинновации. В Дубае полным ходом идет крупнейшая международная выставка высоких технологий. И вот чем удивляли разработчики со всего мира. По праву, одним из самых ярких и самых инновационных можно считать стенд «Мерседес», который представил свой автомобиль управляемой силой мысли. Мы уже рассказывали об этой концепции в одной из прошлых программ. Посетители выставки могли не только узнать о технологии, которая позволяет машине читать мысли, но и увидеть ее в действии. Здесь нет ни кнопок, ни даже руля. Взаимодействие с автомобилем биометрическое. Он узнает своего хозяина по сердцебиению и дыханию. Чтобы завести машину, достаточно положить руку на блок управления. Автомобиль сам подстраивается под водителя и понимает его без слов, считывая сигналы мозга через внешний мозговой чип. Но если приборная панель все-таки нужна, ее можно проецировать прямо на собственную ладонь. А для выбора нужной настройки достаточно сжать кулак. Также на выставке отметилась компания AirSpeeder, которая разрабатывает первый в мире полностью электрический гоночный аэромобиль. Восемь роторов поднимают летательный аппарат на 40 метров над землей, а затем разгоняют его до 120 км в час. До сих пор эти машины пилотировались дистанционно, но теперь они готовы к гонкам с человеком на борту. Руководство компании сейчас ждет от Арабских Эмиратов разрешение на организацию первых в мире гонок на аэроболидах. Их планируют провести в пустыне. Одним из самых популярных экспонатов выставки стал доктор Альфред. Человекообразный робот привлекает внимание своей реалистичной внешностью и мимикой. Он может поддержать беседу и не только на медицинские темы, но на этом его способности ограничиваются. Это так называемый сервисный робот, каких обычно используют для индустрии развлечений или в качестве эффектных консультантов. Другой человекообразный робот Робой не только общался с пустителями, но и предлагал обняться. В отличие от доктора Альфреда, этот андроид является аватаром. Он управляется удаленно с помощью гарнитуры виртуальной реальности и двух контроллеров. Когда человек поднимает руку, Робой делает то же самое. Судя по количеству восторженных видео в интернете, при зрительских симпатии можно смело отдавать робота у Бориста. И понятно почему. Тут не только интересно, но и вкусно. Робот знает 15 разных рецептов бодрящего напитка и при этом работает бесшумно. Производительность Бориста – 100 чашек кофе в час. И еще немного о еде. Необычное устройство для выращивания овощей представил стартап Natafia. Это автоматизированная система для выращивания растений без почвы. Так можно разбить небольшой сад прямо у себя дома. Умный шкаф сам создает необходимый микроклимат для растений, регулируя свет, влажность и температуру. На выращивание растений в таких условиях от семени до урожая необходимо в среднем от 30 до 90 дней. При этом система подходит не только для частного, но и для промышленного использования. Нечто похожее мы уже видели у корейцев, которые разбивают вертикальные сады прямо в метро. И, конечно, без внимания посетителей выставки не остались китайские роботы, которых можно встретить повсюду. Миниатюрные желтые пингвины слоняются по территории, приветствуя гостей и показывая им свои танцы. Но не все обитатели выставки ведут столь праздный образ жизни. Были и те, что курсировали по экспозиции с соответственной задачей – охранять территорию. Извините, я отвечаю здесь за безопасность. Дайте, пожалуйста, пройти. На этом сегодня все. Смотрите Ай-Ньюс каждый день на телеканале Татарстан 24. Будете в курсе всего самого интересного. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова